Каждый знает, как это здорово, когда исполняется мечта. Наш коллега, оператор Щелковского телевидения Сергей Василевский, много лет мечтал снять фильм о войне. Хоть маленький, но свой. И очень знаково, что сделать это удалось в год 75-летия Великой Победы. Нашел немало единомышленников, которые поддержали, а на днях собрались в ТКЦ Щелковский театр представить публике, что получилось. Короткометражка называется «Солдатская каша». Актерская игра в ней перекликается с реальностью. Фильм начинается с работы поискового отряда, ведущего раскопки на местах боев Великой Отечественной и поднимающего останки бойцов. К ребятам подходит бабушка, которая много лет назад на этом месте маленькой девочкой стала свидетельницей боя между отрядом фашистов и красноармейской разведкой. В бою советский солдат-повар сумел не только выжить, но и не отдать врагу котел каши, сваренный для своих. Познакомился я с Арсеном Дали, человек, который готовит изумительно. Мы в разговоре нашли друг друга, говорит, я готов сняться поваром. Почему бы не показать нам военного повара, который так же воевали и так же делали такую же функцию, как и все солдаты. Он сделал даже больше, он перебил немцев. Конечно, когда ты себя видишь со стороны, как ты снимаешься, у меня слеза на глазах появилась, потому что ты попадаешь в образ именно этого солдата, именно вот этот момент, ты начинаешь чувствовать. Роль бабушки блистательно сыграла Светлана Лепницкая, единственная профессиональная актриса, снявшаяся в фильме, которая очень рада за своих новых коллег. Дай Бог, не последний. Это начало, и я всех поздравляю с этим началом. И судя по реакции зрителей сегодняшних, это удачное, удачное начало. То, что Сергей своей командой делает для наших детей, а теперь уже и внуков, по-моему, в нашем городе патриотическое воспитание, в настоящем, больше никто так не занимается. Низкий тебе попал, Сережа? Мимолетный эпизод отражен в фильме, а сколько их было таких на полях сражений. Многие истории передаются в семьях из поколения в поколение. Я дочь участника Великой Отечественной войны, и у нас висел портрет Рокоссовского дома. И когда 9 мая не было еще днем праздника, выходным я имею в виду днем, то мы не ходили сажать картошку в этот день. Мы сидели за столом, и отец рассказывал, а мне так и случилось, что отец был в штрафной роте. И он видел бой, и ходил. Повезло, что два раза смог сходить в атаку и остаться живым. На презентацию пришли участники объединений военно-исторической реконструкции, поисковых отрядов, ребята из движения «Юнармия», страйкбольного клуба «13СБ». Научными консультантами фильма выступили живые участники войны, которые, по выражению председателя Совета ветеранов Бориса Дудика, до сих пор готовы ввязаться в любой бой. На встрече много говорили о необходимости сохранения исторической памяти, и прежде всего для новых, приходящих в этот мир поколений. Усилиями поисковых отрядов, в которых, кстати, много подростков и молодежи, солдаты, погибшие много лет назад, продолжают возвращаться с войны. Как дядя-писательницы Ульяны Лавриени. Мне позвонила моя знакомая, работница в музее, и задала мне вопрос, скажи, пожалуйста, а Яков Ефремов – это кто? Я сказала, это мой дядя, брат моей мамы, которого мы ищем, вот уже 77 лет. Она сказала, его нашли поисковики 8 мая в деревне Кулотина, в одной барбукке. И было 7 маяцов. На память о работе над фильмом «Солдатская каша» грамотами и благодарностями были отмечены все причастные к его созданию. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.